Открыл и вёл заседание председатель общественной палаты Ленинского района Владимир Ивлев. Первым для обсуждения стал вопрос о создании комиссии по градостроительству и развитию поселений. Я, как член общественной палаты, предлагаю альтернативное решение данному вопросу. И действительно, слово «градостроительство» включить в одну из наших уже действующих комиссий, тем самым не разбивать действующие комиссии, а любую комиссию, как было сказано выше, можно усилить любым количеством кадров, которые у нас есть в общественной палате. В ходе обсуждения большинством голосов было принято решение не создавать отдельную комиссию, а дополнить действующую по дорожному хозяйству, транспорту, ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством ремонта управляющих компаний общественной палаты Ленинского муниципального района по данным направлениям деятельности. Внести изменения в комиссию по культуре, возрождению историко-культурного наследия, развитию народных промыслов, архитектуре, запятая, градостроительству и связи с общественностью и СМИ. Таким образом, наша комиссия останется, просто да, действительно, одно из направлений туда добавится, но, опять же, как мы говорили, комиссию мы можем усилить любым количеством кадров. Также на заседании был представлен новый член общественной палаты Вячеслав Краснонос. Таким образом, на сегодняшний день районная общественная палата работает в полном составе. Это 30 человек. Помимо того, что я адвокат, я также являюсь членом Виндовского станичного казачьего общества, являюсь начальником штаба Виндовского станичного казачьего общества. Веду активную работу непосредственно в нашем направлении по казачеству. Это так у нас воспитание молодежи в духе патриотизма. Следующей темой для обсуждения стала организация работы членов общественной палаты Ленинского района. Начальник управления внутренней политики Елена Якуничкина рассказала, что рассматривается вопрос о предоставлении постоянного помещения для заседаний, которое будет находиться в здании многофункционального центра. Здание МФЦ – это удобное здание для того, чтобы туда был доступ всем жителям. Мы со своей стороны обещаем, что там будет и компьютер, и все средства связи. То есть это будет удобное, комфортное рабочее место общественной палаты. Возможно, следующее заседание районной общественной палаты пройдет уже в собственном помещении. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Продолжение следует...